В Польше возбуждено уголовное дело о коррупции против бывшего заместителя министра иностранных дел Петра Вавжика. А подозрение в причастности к незаконной выдаче польских виз было объявлено в разгар избирательной кампании. Оказывалось, что они не имеют ничего wspólного с премислом фильмовым, что продукт фильмовый это был хандлаж Варжи, что актер не мог показать никакого фрагмента своего фильма. Ходило, особенно, о визы многократные в Шенген, потому что они позволяют въезд в Мексику. А в Мексику есть только крок до Соединенных Штатов. И так выглядит этот фраг преметничный. Польские СМИ, с расследований которых начался скандал, сообщали, что мигранты платили до 5000 долларов за обход визовых процедур. Как минимум, некоторые детали из этих публикаций подтверждает прокуратура. В официальном заявлении сказано, что первые жалобы на нарушение привода ЧВИС поступили еще в июле прошлого года. Фигурантам дела грозит заключение на срок до 8 лет по статьям о злоупотреблении служебным положением, получении взяток и финансовых привилегий за посредничество во взаимодействии с государственными органами. В неправительственных организациях, которые помогают беженцам, в том числе застрявшим на польско-белорусской границе, с особой горечью следят за развитием этого скандала. Застанавливались мы, почему вопросы, которым мы помогаем, вопросы о статусе ухода, не будут принимать. Те сообщения, которые до нас дали, о том, как получить польско-белорусскую визу, я впечатляю, что много выясняют. Это просто показывает, что в Польше эти дела улучшают себя лучше. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова The visa scandal in the government and the ruling party, whose election campaign is partly based on warnings against accepting migrants from Asia and Africa, could have a significant impact on the results of the upcoming elections. Магдарен Адовник, for Euronews, from Warsaw. Субтитры создавал DimaTorzok